Я всех приветствую! Ну что ж, давно не было сбора компьютеров на канале, я даже если честно начал забывать, как это вообще делается. И давайте сразу не будем болтать, там про историю, как на меня взошло вдохновение, это будет уникальное видео и так далее. Нет, это просто сборочка одному знакомому подписчику с инвалидностью, который нас собирал в 80 тысяч рублей, но я подарю ему свои железки и соберем Андрюхи не за 80 тысяч, а за 150. Парень и так, целый молодец, собрал целый 80 тысяч, больше трех лет он собирал, так что сами понимаете, я старался нормально компьютер ему собрать, потому что за 80 тысяч вы сегодня соберете компьютер, который ну прям в прикирочку, чисто под Full HD, на самом дешманском железе. И в лучшем случае, видеокарта там будет 3050, или даже возможно 3060. Короче, изначально я купил железо на Андрюхины в 80 тысяч в ДНС, а именно видеокарту, процессор, что там еще, белые проводочки, блок питания и на этом все. Это все, на что хватило мне 80 тысяч, именно с сегодняшними ценами. Они снова начали расти. Остальное, оператива, водянка, SSD-шний корпус, материнская плата, все это я сам насобирал у вендоров. Все, что мне прислали, я не стал продавать на Авито и просто поставлю Андрюхи в сборочку. Причем мне хотелось тоже, знаете, немножко творчества проявить. Я соберу в довольно небольшом формате корпуса, так что посмотрим, что из этого получится. Все это будет в белом цвете, это интересно. И раз уж у нас тема видео посвящена сборке компьютера, то, разумеется, компьютеры мы собираем не только для игр, но и для работы. А работа, как мы знаем, сейчас за компьютером очень перспективное занятие. Например, если вы трудитесь именно в сфере IT, IT-специалисты становятся одними из самых востребованных сотрудников в абсолютно любой отрасли. IT-шники никогда не останутся без работы, так что если вы задумывались о будущей профессии или хотите что-то изменить в своей жизни, то сейчас самое время, тем более, что вместе с ВК Education стать IT-специалистом может любой желающий и абсолютно бесплатно. Курсы ВК Education – это 11 бесплатных программ обучения, подходящих как для совсем новичков в сфере, так и для продвинутых специалистов, желающих прокачать свой навык. Записаться можно на любое количество курсов и лакториев по таким направлениям, как ведение в АИ, основы машинного обучения, разработка игр, базовый Python и многое другое. Обучаясь ВК Education, вы получите всю необходимую теорию и достаточно богатый практический опыт, основанный на кейсах и технологиях компании. Эксперты ВК и ведущие специалисты технических вузов РФ помогут вам разобраться даже с самыми сложными вопросами, а удобный формат обучения позволяет совмещать учебу с работой и другими занятиями. Записаться на ВК Education очень просто. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и выбирайте специализации, которые вам интересны. Все бесплатно и удобно, так что самое время стать востребованным специалистом вместе с ВК. Всем удачи! Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, давайте, друзья, по порядку. Процессор в этой сборке я купил за денежки Андрюхи i5-13400F. Нормальный такой себе, современный, бодренький камень на 10 ядер, 16 потоков. Стоит он сейчас 20 тысяч ровно, народный, проверенный, знаем, уважаем, все уже знают этот процессор довольно давно. Далее, просто мы поставим в материнскую плату, не дешманскую, а вес, имеющую это MSI Mortar на чипсете B760. И это мать в микроформате с радиаторами, со встроенным Wi-Fi и поддержкой DDR5 памяти. Эту плату мне тоже там в далеком прошлом подкинули MSI, лежит уже давно без дела, и теперь наконец-то ей найдется место в сборочке Андрюхи. Стоит она 20 тысяч, это довольно недешевая плата, почти белая, это то, что как раз нам и нужно. Но окей, далее я купил на Проц специальную крепежную пластину, вместо той, что идет именно такой, знаете, крепежный механизм. И я везде покупаю такие пластины по 500-600 рублей, чтобы идеально поставить Проц в сокет 17.00. Потому что все эти комплектные прижимные механизмы, они именно прижимают только по центру сам процессор, и он, возможно, со временем прижимается именно пополам. То есть он передавливается именно в середине, потом у нас будет там неточный прижим охлаждения, температура будет подниматься. А зачем нам эти проблемы? Незачем. Правильно, поэтому ставим свою прижимную пластину в эту сборочку. Далее, значит, поставили Проц, и нужно поставить материнку, что правильно, это оперативная память и SSD накопитель. И тут к нам на помощь всегда приходят всеми любимые ADATA XPG. Спасибо компании за участие в этом видео. И память у нас, значит, мы поставили в белом цвете 32 оперативы DDR5 на частоте 6000. Еще раз самый важный момент, DDR5 память сегодня очень и очень недешевая. Цену на оперативу снова поднялись до небес. И в нашем случае память у нас, конечно же, с подсветочкой, прям шикарно будет смотреться в этой материнке. Плюс SSD-шник тоже от компании XPG. Это накопитель на 1 терабайт, супер-быстрый Legend 960. Скорость чтения довольно высокая, очень даже высокая, я бы сказал, 7500 на запись и 6000 на чтение. Короче, быстрейшая оперативная память, быстрый SSD, раскачают операционку без проблем. Плюс, если Андрюха захочет в будущем, скажем, еще расширить накопитель, то есть поставить еще один SSD-шник, то в материнке, конечно же, есть еще один свободный слот под такой же накопитель. И можно поставить еще на 1 терабайт, на 2, на 4, 8, сколько ему, в общем, захочется. Одним словом, базовый комплект мы собрали из процессора материнки и памяти с накопителем. И теперь все это нужно, что? Правильно запитать, поставить охлаждение, поставить видяху и железо запихнуть в нормальный адекватный корпус. Значит, блок питания тут у нас все стандартно. Я купил дипкул на 600 ватт, бронзовый проверенный питальник, но проблема в том, что он имеет черные провода, а значит, пришлось докупать отдельно белые в оплетке. Купил я, значит, себе этот комплект из проводов белой оплетки. Просто подсоединяем коннекторы один в один, и все у нас, черные провода превратились в белые. Цена за это удовольствие по 3000 рублей. Не дешево, но не слишком оверпрайс. Теперь, что насчет охлаждения, то для видео я решил взять у вендоров водяночку ID Cooling Space 240. Это новая серия от компании ID Cooling. Я нашел в продаже только пока что в онлайн трейде. И в целом перед нами обычная, казалось бы, двухсекционная вода с запасом для 13400F. Но есть у нее небольшая такая интересная фишка. Это цветной дисплей, встроенный в помпу, который отображает различную информацию. То есть там температура процессора, материнская плата, скорость вращения вентиляторов и так далее. И тут, если честно, это, наверное, и стало подкупной фишкой, которая меня и заставила именно запросить такую водянку. Потому что в белом цвете довольно мало, да еще с таким маленьким экранчиком. Так тем более, очень и очень мало таких моделей. И брать какие-то там, знаете, очень недешевые модели по 15-20 тысяч, тоже, если честно, не очень-то и хотелось. Но в нашем случае это прикольное действительно украшение, необычное с экранчиком. Мы-то потом все это подключим, проверим, вам будет, думаю, интересно. А так, в целом, вроде бы я все озвучил, кроме видеокарты. И тут, конечно же, выбор был, ну скажем так, не очень большой. Именно в белом цвете видеокарты. Или брать Родионы какие-то там, не знаю, мне честно не очень хотелось. Или брать 4060Ti за 50 тысяч. Да, именно за 51 тысячу я купил в ДНСе Андрюхе 4060Ti на 3 вертушки. Но я купил на той неделе, а сегодня уже цена была 56 тысяч. На 5 тысяч сразу выросла цена, потому что резко вырос в цене биткоин. И, наверное, опять, может быть, начнется безумие с ценами именно на видеокарты. Так что я, можно сказать, вовремя купил за 51 тысячу, потому что за 56, ну не очень хочется, конечно, отдавать за 4060Ti. Даже, знаете, за 50 тысяч это далеко не дешевое удовольствие. Короче, видяха, отлично. Я однажды уже ставил ее в своему приятелю в сборочку, но только там была обычная 4060Ti, не версия Титаниум, то есть Ti. И думаю, с i5-13400F будет отлично смотреться 4060Ti. Проц вполне себе заряженный, на 100% раскроет видеокарту. Да, раскроет, вы не ослышались, привет из 2019. Ну, а так, в целом, что еще хотелось бы добавить? Ну, и да, я еще докупил там три вертушки белые, тоже ID Cooling за 3500. Взял сразу комплектом, чтобы поставить их снизу или сбоку, там уже сами разберемся. Плюс, конечно же, все это нужно было поместить в белый красивый корпус. Белый корпус – это основа, это святое. И в нашем случае будем собирать в корпусе формула, модель Crystal и называется Z5. Это, наверное, один из самых доступных по цене сегодня кейсов. Он продается в Ситиленке, стоит он там, по-моему, 5000 рублей с копейками. Просто аккуратный микротауэр, который влезет, ну, любая по размерам видеокарта. И можно поставить водянку сбоку или сверху, в общем, как вам захочется. Одним словом, такой себе нормальный аквариум, который будет светиться, я уверен, на весь микрорайон. Потому что в корпусе будет, внимание, 7 светящихся вентиляторов вместе с водянкой. А если корпус в формате аквариум, то все будет светиться через прозрачное стекло. Этот корпус тоже я дернул у вендоров под видео, собрать компьютер. И поначалу я думал поставить сюда водянку в нем именно сбоку. То есть, там такое специально выделенное место. Но, если честно, это будет странное расположение проводов. Именно этих самых шлангов оно такое, знаете, в натяжку будет. И так не сильно длинные. При этом у нас сами эти шланги. А тут будет какое-то, ну, довольно странно все это смотреться. Я уже видел, как собирают люди, то есть машины в таких корпусах. И вот это расположение водянки сбоку, ну, предельно несимпатично смотрится. Не знаю. Короче, я решил по классике поставить водянку сверху. Для идеальной траектории движения жидкости внутри радиатора и трубок. И да, я знаю, что можно было поставить трехсекционную водянку. Но, блин, это же 13400F. Даже этой воды двухсекционная будет, ну, с приличным запасом. Зачем ставить трехсекционку, я пока что, честно, даже не знаю. В общем, я начал собирать компьютер. Компьютер потратил на все это примерно два часа возни на коленях. Самое сложное было, конечно же, это обычно маленькие проводочки. С правильной разводкой вентиляторов, с подсветочкой. Что все это синхронизировалось. А так, если честно, собирать очень даже довольно просто. Только, да, все эти проводочки, конечно, отнимают половину времени. И кабель-менеджмент тоже нужно правильно уложить. В общем и целом, по завершению, вот такой имеет вид компьютер. Да, не супер прям красавчик, но вид имеет. Все в белом, все светится, красиво, сочно, недешево. 150 тысяч стоит такой ПК. То есть, обошелся именно бы Андрюхе без моего участия. А так, считай, что за 80 тысяч мы собрали вдвое дороже машину. Бывает и у меня, конечно же, хорошее настроение заниматься такими подарками. А так, что еще интересного в этом ПК? Ну, вышел очень довольно тихим. По размерам он явно небольшой. Очень компактный. Я накатил сюда 11 винду, лицензию поставил, обновил биос, поставил дровишки. И все, наконец-то, теперь уже можно протестить и запустить парочку интересных игрушек. Итак, внимание, чисто для интереса я не стал запускать все на ультрафул HD. Ну, просто, блин, это не серьезно. В 2024 сборочку за 150 тысяч тестировать Full HD. Это, понятное дело, будет там 2000 FPS, не знаю, хоть 200 тысяч FPS без проблем. Я решил все же поднять требования и запустить все даже не в 2К или QHD, а сразу сжахнуть на максимум на своем ультрашироком мониторе с разрешением 3.440 на 1440. И это больше, чем 2К на полтора миллиона пикселей. А именно в 2К, если посчитать, у нас получается 3 миллиона 670 тысяч пикселей. А в ультра-вайт-квайт-HD мониторах на 34 дюйма почти 5 миллионов пикселей. Это заметно больше, это сложнее, так что будет интересно. Итак, начнем, пожалуй, издалека и запустим что-то, знаете, сетевое типа Rainbow 6. Все на ультра, все настройки на максимум 3.440 на 1440. И без хитрости и DLSS с чистой картинкой, нативно скажем так. В общем, как видим, у нас в среднем 140-150 фпс под монитор на 144 герца. Вообще замечательно, сказка, песня, видяха при этом загружена полностью почти на 100%. Жирает она смешные 150-160 ватт и греется при этом в среднем на 60 с копейками градусов, что считается очень низкими показателями для любой видеокарты. Процессор у нас, я вообще молчу, там замерзает в среднем на 45-50. Очень большой запас и летом даже без скандера компьютер Андрюхи будет идеально себя чувствовать. Я в этом точно на 100% уверен. И это при том, что вертушки работают на минимальных оборотах в авторежиме. Короче, с Rainbow 6 все понятно, я думаю. И теперь усложняем задачу и запустим, например, ну пусть это будет Forza Horizon 5 часть. На очень высоких настройках, с трассировкой лучей и DLSS в режиме баланса равной единице. Но, внимание, с включенным Frame Generation. Кстати, именно 40 серия видеокарт, именно RTX 4000 серия имеет такую опцию с генерацией кадров. Поэтому я и взял в эту сборку именно новинку 4060 Ti. Ну как новинку, относительно новинку, однако на 40 серии. В общем и целом, что мы имеем? А имеем мы в среднем 80-90-100 кадров без проблем. И это, еще раз напомню, не Full HD и даже не 2K, а Ultra Wide Q HD 3440 на 1440, с включенной трассировкой лучей. На секундочку. Так что 90-100 кадров очень достойно. Можно даже ставить экстремальные настройки без проблем. Мне в данной ситуации очень даже нравится, как ведет себя процессор. Именно, да, я понимаю, что в таком разрешении, довольно высоком, с ультра настройками, весь упор идет именно видеокарту. Но, тем не менее, проц за 20 тысяч рублей может в 2024 вытащить, я думаю, видяху уровнем и выше, чем 4060 Ti. Можно поставить даже 4070 без проблем. При этом, имея мы с вами низкую температуру, можно ставить было, наверное, скорее всего, даже чуть более. Что-то простое, скажем, башню за 3000 рублей, а не такую довольно мощную водянку. Ну, да ладно, зато мы имеем с вами красивое железо, красивое, современное, с экранчиком и запас имеется тоже. Потому что потом можно поставить Андрюхе в будущем, хоть, не знаю, там 14600К именно в эту материнскую плату. Я уверен, тоже с этим процессором наша материнка справится абсолютно. Ну и в конце давайте еще с вами проверим, конечно же, Киберпанк. И тоже на ультра настройках с лучами и DLSS в режиме баланс. Плюс генерация кадров DLSS. Итак, что мы имеем, значит, у нас в Киберпанке. Да, в целом, в принципе, знаете, что мы имеем. Ну, стабильный 60 с поднятием до 70. И в закрытых локациях у нас под 90. Не знаю, что тут можно вообще что-то комментировать. Разрешение монитора 3440 на 1440. Все на ультра в Киберпанке. О чем можно еще вообще мечтать. Сумела бы сборочка, скажем, за 80 тысяч выдать такой результат. Ну, не знаю, если честно, на 80 тысяч мне бы хватило только на 16 оперативы DDR4 вместо 32 DDR5. Плюс проц я бы поставил, наверное, 12400F. И ведь Дяху, скажем, там RTX 3050. Или, возможно, если очень постараться, 3060 за 30 тысяч рублей. Это все. Это потолок сборки за 80 тысяч. Только при этом нам светило бы, конечно же, Full HD с таким железом и без лучей, и без ультра настроек. Так что, вот такие они сегодняшние реалии, друзья. Заряженный нормальный компьютер стоит от 150 тысяч. Обычный базовый 70-80. Ну, а крутой прям уже довольно очень мощный 220-250 и так далее. Цены опять начали расти вверх на оперативу, на видеокарты. Так что, имеем, что имеем. Компьютер я уже отправил Андрюхе. Потом в своем паблике пошелестим, как приедет к нему машина. Мы обязательно выложим фоточки, чтобы было доказательство, что был такой Андрюха и есть в данном случае. А не просто я взял, наврал своим зрителям и собрал компьютер, не знаю, чисто для себя. Вот такая вот история нашего видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, а мы с вами увидимся уже довольно скоро. Всем желаю не болеть и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока.